Всем привет! Мы запускаем долгожданный релиз Яндекс.Карт для Windows Phone 7. Это именно релиз, и каждый может скачать и установить его из Marketplace. Как мы видим, разработчики максимально старались приблизить дизайн своего приложения к общей стилистике Windows Phone 7. И у них это получилось. Мы видим саму карту и традиционные элементы управления. Включение и отключение отображения пробок на карте, которая одновременно отображает уровень загруженности дорог в баллов. Кнопки масштабирования. И кнопка поиска нашего местоположения, которая может определяться либо по базовым станциям сотовой связи, либо по данным спутникам GPS. Особый интерес для русскоязычных пользователей представляет поиск на русском языке. Допустим, мы хотим найти ближайшее отделение Альфа-банка. Как мы видим, результаты поиска при введении запроса тут же отображаются в виде живого списка. Если мы нажмем на Альфа-банк, то на карте рядом с нашим местоположением появятся ближайшие варианты. Так, мы хотим попасть именно в отделение. Нет, здесь банкоматы. Банкомат, 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 банкомат. Банкомат. А вот здесь, наверное, отделение. Если мы тапнем по этой табличке с информацией, то мы пойдем в полный список информации, где будет отображаться сайт, телефон, категории и точный адрес. Кроме такого вот отображения результатов поиска прямо на карте видеомаркета, доступен полный список. Кстати, одновременно доступны и адреса, и организации. Интересно, есть поселки Банк, Банкфуд, Грандбанк, поселок Кристианбанк, Устернбанк. Такие вот названия есть и в России. Тамбовское поселок Альфа. Ух ты. В основном, это, конечно же, за рубежом такие поселки находятся. Стоит также обратить внимание и на настройки приложения. На выбор нам доступны три типа карт. Схема, спутник и народная. Включение и отключение поиска местоположения. Если вы его включаете, то можете участвовать в статистике трафика в вашем регионе. Также можно включить и отключить постоянные работы подсветки, что очень важно для автомобилистов. Вторая вкладка настроек это всего лишь версия программы и ссылки на Marketplace и рецензионные соглашения. К сожалению, данное приложение пока еще не позволяет строить полноценные маршруты. Кроме того, для его полноценной работы требуется подключение к интернету достаточно быстрое, потому что еще не реализовано возможность скачивания данных карт. Но все это будет в ближайших релизах, и поэтому стоит немножко потерпеть, подождать, и все будет хорошо. С вами был WP7Forum.ru Всем удачи и всего хорошего!